Друзья, рекомендую подписаться на канал Макса. Он снимает видео о питании, влоге, тренировке. Посмотрев хотя бы одно видео, вы поймёте, что это не фигня, это нечто крутое. Ссылка в описании. Тренировки до дня в день, из года в год, и ты получаешь своё. Всем привет, друзья! Сегодня я отвечу вам на такой очень актуальный вопрос в наши дни. Это как убрать живот и бока. И начнём с первого вопроса. Это многие ребята спрашивают, почему я худой, а у меня внизу остаётся вот тут животик. Я вам объясняю. Живот остаётся в последнюю очередь. Жир уходит, а живот всё равно остаётся. Единственный вариант похудеть, убрать этот живот, это худеть ещё больше. Итак, сейчас я вам расскажу 5 секретов, которые вам помогут раз и навсегда избавиться от вашего живота и боков. Если вы, конечно, будете их постоянно соблюдать. Первое и самое важное, это нужно урезать калорийность вашего рациона питания. Если сделать всё корректно, то сначала вам нужно вычислить вашу норму калорий дневную. И потом от этой нормы отнять где-то 500 калорий, и вы получите тот калораж, при котором будете худеть. Но для того, чтобы вычислить эту норму, нужно сделать некие математические вычисления. Это довольно запарно. Поэтому я вам скажу цифры, которые нужны для похудения. Обычно я советую это своим клиентам, которые заказывают программу тренировок и не заказывают программу питания. И сейчас я вам посоветую то же самое. Единственная проблема, я не эксперт в области женской диетологии, поэтому для мужиков смотрите. Женщины можете поискать в интернете, потому что я, честно говоря, не знаю, не разбирался. Мужчины, 25 калорий на 1 кг веса, то есть 25 калорий умножаете на свой вес, там 70 кг, допустим, получаете то количество калорий, при котором вы начнете уже худеть. Следующее, 2,5 грамма углеводов умножаете на свой вес, то есть на 1 килограмм получается 2,5 умножить на 70, получаете количество углеводов, при котором вы будете худеть И белка теперь, 2-2,5 грамма белка, это практически так же получается, как и углеводов Как мы знаем, белок не вредит, то есть он не повышает наш жировой баланс И поэтому 2 где-то грамма белка на 1 килограмм веса, то есть умножаете 2 на свой вес То есть 2 умножить на 70 и получаете количество белка, при котором вы начнете худеть То есть вот эти 3 цифры вы должны запомнить, запишите их куда-нибудь Если же вы хотите пойти по более верному пути, чтобы у вас все правильно, четко получилось То в интернете вы можете найти уравнение как для женщин, так и для мужчин Которая вычислит вашу норму калорий и потом от нормы калорий вычисляете просто 500 калорий И уже начинается фаза похудения Если увеличите там 600-700 калорий, то худеть, естественно, будете быстрее А вообще это все напрямую зависит от роста, веса, типа телосложения человека, метаболизма и так далее Если вам нужна нормальная, хорошая программа питания, то лучше заказать у профессионала У человека, который давно с этим работает Продолжая тему питания, вы должны кушать где-то 5-7 раз в день Не обольщайтесь, что многие люди говорят, чем меньше ешь, тем больше худеешь Это такой бред, это настолько бредятино Знаете почему? Объясняю Потому что когда вы кушаете часто, маленькими порциями, например, 7 раз в день То ваш организм понимает, организм это огромный механизм и он очень умный То есть он понимает, что вы кушаете через 2-3 часа И ему не нужно запасать вот энергию на будущее, да? Если человек будет кушать там 3 раза в день, то организм будет запасать, например Вы покушали в 8 часов, а организм будет запасать там энергию на следующий раз Когда вы там покушаете в 3 часа И это, естественно, все будет откладываться в жир Если вы будете кушать каждые 2-3 часа, то организм будет понимать, что вы его покормите через 2 часа И он не будет откладывать вот эту еду в жир Он будет это все вырабатывать в энергию, да? И у вас, естественно, будет энергии больше Нельзя, конечно же, есть сладкое Нельзя всякие мучные быстрые углеводы есть Там кирожки, всякие булочки и так далее, короче, вы поняли Нельзя также есть соленое, кислое, острое, маринованное Все то, что будет задерживать воду в вашем организме И это плохо, конечно же Вода тоже придает объемы нашему телу Ну, естественно, это логично, нельзя есть жирное Можно есть продукты вареные, тушеные и пареные Вот эти 3 это самое важное Только их можно есть, если вы хотите реально похудеть То, что вам кто-то будет говорить Вам нельзя есть макароны, там, гречку, рис Это все полнейшая бредятина Запомните, самое важное Чтобы эти все продукты не превышали вашу калорийность При которой вы худеете Допустим, там, 2000 калорий не должно превышаться И не важно, что вы едите Но, естественно, не надо есть быстрые углеводы Всякие конфеты, булочки Потому что это сразу же откладывается в жир Вывод такой, что при похудении можно есть медленные углеводы Но калорийность ваша минимальная не должна превышаться Как я вначале сказал уже, что калорийность вы можете вычислить по тем цифрам 25, 2,5 и 2 Ну что же, от еды отходим, переходим к физическим упражнениям Я всегда составляю программы тренировок для похудения именно так Что вы будете заниматься 5 дней в неделю То есть смотрите, объясняю все подробно 3 дня в неделю вы будете делать кардио 40 минут Потом будете делать силовые тренировки где-то 1,5-2 часа В общей сумме у вас получится где-то 2-3 часа тренировок в день То есть 3 дня вы будете заниматься вот так по 3 часа А оставшиеся 2 дня вы будете заниматься кардио тренировками То есть у вас будет в день по 60 минут там бега, не знаю, бёрпи Там может бокс, какое-то плавание и так далее Опять же, если вам нужен четкий план тренировок в питании Вы можете всегда обратиться ко мне Четвертое это воздух и сон Вы должны чаще гулять, питаться, так скажем, кислородом Потому что когда наш организм получает кислород Тогда он работает и функционирует гораздо лучше, чем без него Когда мы его не получаем И также нужно обязательно спать минимум 8 часов Потому что когда вы спите, мы знаем, что организм за это время излечивается Организм восстанавливается И сон также способствует похудению, если вы не знали И пятое, одно из самых важных, это мотивация Если у тебя не будет мотивации Все предыдущие 4 пункта не будут работать, брат Поэтому мотивируйся, смотри мои ролики Также подпишись на канал, если не подписался И увидимся в следующем выпуске Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok